Привет, гайз! Меня зовут Алин, и вы на канале Алин Дуэль. Я знаю, что вы очень долго ждали от нас новых эпизодов. Все комментарии были забиты тем, что когда же, когда выйдут новые эпизоды? Новые эпизоды выходят. Дело в том, что у нас случилось небольшое выгорание, на фоне которого и произошла задержка выхода новых серий. Но ребята, которые подписаны на наши телеграм-каналы, уже давным-давно во всем в курсе. И, конечно же, я приглашаю вас к нам. Ссылочки на ТГ-каналы указаны в описании. Мы вас ждем. Также не забывайте смотреть наш второй сериал, который выходит на канале Ули, без возможности вернуться. Ребята, все переплетается, сюжет вот так вот, как клубочек, вьется. Так что не пропускайте, чтобы быть в курсе всего. Знаете, гайз, сейчас очень тяжело найти хорошую книгу, которая заставит вас чувствовать и сопереживать. Которая наполнит вас таким спектром эмоций, что голова будет идти кругом. Но Эл Джей Шен со своим романом «Прекрасный Грейвс» от издательства «Фридом» точно сможет произвести на вас такое впечатление. «Прекрасный Грейвс» – это чувственный и страстный роман о любовном треугольнике, вторые шансы и девушку, чья жизнь – это сплошная трагедия. Немного о сюжете. Эверлин потеряла все, что ей было дорого – мечты, семью и возлюбленного. Терзаемая чувством вины, Эверлин укрылась в городе Салем. Она не позволяла себе радоваться и наслаждаться каждым днем, но встреча с загадочным красавцем по имени Доминик изменила привычный уклад. Парень не был похож ни на кого, кого она встречала ранее – авантюрной, веселой жаждой жизни и страстным желанием сделать Эверлин своей. Но как только на горизонте замаячила надежда на лучшие перемены, раны прошлого вновь дали о себе знать. Нет ничего хуже быть влюбленной в двух парней, особенно когда один из них тебя ненавидит. А что бы выбрали вы – ваш soulmate или любовь всей вашей жизни? В романе нам покажут два совершенно разных мужских персонажа, каждый из которых олицетворяет разный типаж. Первый – стабильность и надежность, а второй – это искра и вдохновение. Это делает историю более интересной и позволяет читателю глубже погрузиться в переживания героини. Неожиданные повороты, любовь, разбитые сердца и трогательные моменты. Must have для тех, кто ищет книгу, которая заставит чувствовать и сопереживать. Думаю, что многие знакомы с LJ Shen, но если нет, то очень зря. Ведь эта американская писательница не просто автор, а автор бестселлеров Amazon.com, USA Today и Washington Post. Ее чувственные романы завоевали признание множества девушек и побили все рекорды по скачиваниям на Amazon.com за всю историю существования сайта. Книги LJ Shen издают более чем в 20 странах мира, поэтому самое время вам с ней познакомиться. Приобретайте книжечку, наполняйтесь невероятными чувствами и вдохновляйтесь на что-то новое. Все ссылочки я оставлю в описании под видео, но не смею больше вас задерживать и желаю приятного просмотра. Ранее в сериале... Малыш Каин не оправдал надежды? Вообще не оправдал. Думала, надо костюмом. Нужно быть полной идиоткой, чтобы поверить Каину, что он обычный. С тебя сняты все подозрения. Тея пришла в себя, волновался за тебя. Я хотела пригласить тебя на хэллоуинскую вечеринку. Я подумала над твоим предложением. Субтитры создавал DimaTorzok Адам, обещай мне, что мы всегда с тобой вместе, чтобы не случилось. Субтитры создавал DimaTorzok Матерь Божья, Ева! Что, неплохо получилось? Выглядишь страшно красиво. Спасибо. А ты чего не собираешься? А я не пойду. А может пойду? Еще не решила. Я дождусь, пока ты туда придешь и скажешь, стоит ли идти. Интересный план. В любом случае, не забудь оторваться за нас двоих и надвали каких-нибудь глупостей. Пожалуй, воздержусь. Тей, я готов почти. Думаю, сейчас буду играться к тебе. Ага. Ну, все, тогда я напишу, как подойду. Да, до встречи. Мне блондиночка тоже больше нравится. Что? Идешь на вечеринку, стояй? Не твое дело. Быстро тебе надоело, Ева. Ну, на самом деле, я тебя понимаю. С ней скучно, тоскливо. Да и вообще, как-то она... Во-первых, нелестно так отзываться о девушках. Ты же все-таки... Джентльмен. А во-вторых, тебя не учили не греть уши. Ну, ничего я не грею. Ты просто очень громко разговариваешь. А в-третьих, говорить с набитым ртом... Как-то хреново, не думаешь, чувак? Да пошел ты. Так, значит, ты Виктор. Я Адам. Но ты же сказал, что ты Виктор. Виктор это мой костюм. Я бы не была так уверена, что Адам это не твой костюм. Мы люди такие, каждый день лица меняем, костюмы. Вот ты сегодня Адам, а завтра Виктор. А я сегодня Мел, а завтра Глория. Но даже меняя маски, не нужно забывать оставаться собой. А ты интересный молодой человек. Классная. Ого! Потрясно выглядишь. Думаешь? Мне кажется, не очень похоже вышло. Хотя я старалась. На меня посмотри. Все мои пиджаки тайным образом исчезли. Пришлось надевать кожанку. Ну что, пойдем? Да. Рад был познакомиться. Отвечаешь. Все будет нормально. Обещаю. Ты тоже приходи. Хорошо. Удачи, повеселиться. Глория. Вечер добрый. Что, переборщила? Ты шутишь? Ты великолепна. Спасибо. Ничего себе, как мы с тобой сконнектились. Даже не договаривались. Это что, фраг? Да, он. Где ты его взял? Лучше не спрашивай. Ну что, пойдем? Пойдем. У бары полный трудом. Только что чуть не подрался с парнем-бампиром за пунш. Спасибо. Ну и гадость. Да, приятного мало. Сколько здесь градусов? Надеюсь, после этого пунша нас не придется выносить с вечеринки. Ну, наверное, пиваться в мои планы не входило точно. Привет. Тея, привет. Привет. Ого, у тебя много приятелей. Это круто. Приятелей-то много. Друзей-единицы. Это Томан. Мы с ним дружим с детства. И Кэнди. Про дружбу с Томаном я заметил. Вы с ним поразительно похожи. Нам все так говорят. В универе даже многие думают, что мы двойняшки. Здорово иметь такого человека рядом. Давай, может, на бар схожу. Возьму что-нибудь выбить. Давай. Да перестань. Я тебе клянусь, она спрашивает, не Виктор ли меня зовут. И она вообще не понимала, кто такой Адам. Как это похоже на Мел. Ну, вообще, она крутая. Все нормально? Да, да, все хорошо. Слушай, а как давно ты знакома с Каином? С Каином? Да, недолго совсем. Мы вместе поступили. А у него много друзей в университете? Не знаю. Я, если честно, не сильно интересуюсь его жизнью. А Каин... Адам, ты, может, Каина хотел пригласить на вечеринку? Ты только скажи, и я оставлю вас. Нет, извини. Просто когда ты новенький, тяжело влиться в компанию. Вот я и пытаюсь понять, что к чему. Пойду принесу еще нам выпить. Привет. Ты здесь с Каином? Привет. Да, а что? Это дико странно, но его сестра просила передать, чтобы не насмотреть. Сестра? Она здесь, на вечеринке? Да, только что ушла. Ладно, спасибо. Спасибо. А почему ты не рассказывал, что у тебя есть сестра? Что? Да она через мою знакомую передала, что мы мило смотримся. Странно, конечно, что она сама не подошла. Может, постеснялась. А на каком курсе она учится? Да, она здесь проездом. Приехала наладить со мной взаимоотношения, которые не очень хорошие. Поняла. Не лезу в личное. Дело бездвижно от твоих слов. Если ты хочешь почечивать... Может, потанцуем? Давай. Давай. Ты не скажешь, что вчера была последняя. Ты снова красивая, будто под объективом. Пока рядом ты играешь на лучшую роль. В этом кино, где нет ни сценария, ни запрет. Вмокаешь свою любовь. Ты подаришь целый космос. Я включила в комнате. Я в максимальной силе голос на просьбе. Если бы все парни танцевали так, как ты, то в мире было бы гораздо меньше отдавленных ног. Это очень крутой комплимент. Ау. Прости. Ноги путаются от выпитого кунша. Да ничего страшного. Там вот одного стакана это унесет. А ты четыре выпил. Так что это неудивительно. Ой, чувак, извини, я не специально. Может, подъедохнем? Пойдем. Кажется, нужно не только под ноги смотреть, но и по сторонам. Пойду на бар выпью, в горле пересадку. Кажется, кто-то не собирался напиваться. А ты, кстати, говорят, очень любиобильный. Чего? Ну, я же все-таки из группы поддержки, а там порой любят всякое болтать. И вот ходили слухи, что за пару месяцев ты разбил несколько сердец. Каких еще сердец? Ну, сначала говорили, что ты был с Евой, с Женевьерой и вроде бы еще с кем-то. Люди любят собирать сплетни, но с Евой у нас вообще ничего общего. Мы просто были соседями. С Женевьерой мы даже не встречались. А про третью, кстати, даже я не в курсе. Адам, ты куда? Я сейчас приду. Адам! Каин, а ты считаешь, что это нормально? Чувак, я же извинился за то, что толкнул тебя. Тебе много, за что нужно извиниться. Адам, идиот, ты пьян. Возможно, я и пьян. Но этот козлина даже не представляет, как испортил мою жизнь. А, Каин, пойдем, потом все уйдет. А ты вообще знаешь, кто он? Буфет не убери, иди проспись. Да. Мел, я не слышу. Сейчас, подожди. У меня к тебе слишком много вопросов. И я не уйду, пока ты нам все не ответишь. Чувак, я в последний раз говорю по-хорошему. Свали, иначе будем говорить по-другому. Чувак, мне кажется, вечеринка для тебя закончилась. Чего? Да я только начал. А я говорю, тебе пора домой. Вы в норме? Да, спасибо. Ты в порядке? Да, но немного испугалась. Не люблю пьяный пьюзей. Да уж. Не хочешь воды? Можно. Сейчас понесу. Твою мать! Алло! Чего болтала? Ева, ты там что, в уши долбишься? Да шумно было, ничего не слышала. А, ну что там? Как вечериночка? Да не знаю, вечеринка как вечеринка. Ну, я так и знала. Меня так и не жди, я тут с Юфи тусуюсь. С Юфи? Ева, я остановлю твой поток фантазий и скажу, что это ничего не значит. Ладно, ладно, потом мне всё расскажешь. Обязательно. Удачного вечера. Ты меня напугала. Ой, да, прошу прощения, не хотела. Ты, кажется, Ева? Да, а ты одна старшекурсница? Прости, не могу вспомнить твое имя. Если старшекурсники всегда устраивают такие дерьмовые вечеринки, то не дай бог. Да ладно, тебе, по-моему, неплохо. Смотри, как они заморочились. Хм, да они особо ничего не делали. Ты знала, что вот этим витражам более 150 лет? Ого, нет. А ты, я так понимаю, интересуешься архитектурой города? Моя семья жила здесь когда-то. Пока их насильно не выселили отсюда. Кстати, о семье. Позволь представить. Айрис и Кайл. Приятно познакомиться. Ну, я пойду. Боже. Какая же она милашка. Почему ты об этом не говорила? С милашками всегда интереснее. Мы сюда не развлекаться пришли, а вернуть брата. Одно другому не мешает? Ребят, по-моему, вы заигрались в Хэллоуин. Ага. Так же, как и наш братец заигрался в обычного парня. Давайте уже закончим и заберем Кайна домой. Кайна? А я разве не упоминала? Мы семья Кайна. А, послушайте, вы можете не переживать. Я Кайну слово дала. Я сохраню вашу тайну. Тайну? Ушам не верю. Этот кретин все ей рассказал. Становится все интереснее. Ну, тогда ничего личного, Ева. Ты, я отойду на минуту буквально позвонить? Да, конечно. Я мигом туда и обратно. Хорошо. Амаренте в своем уме отпусти ее! Давно не виделись, братец? Не скажу, что мы так сильно скучали. Брось, Кайл. С Кайном бывает весело, когда он не играет в пай мальчика. Безумно рад семейному воссоединению, но давайте не будем впутывать сюда третьих лиц. Ты сам ее впутал, особенно когда все рассказал, чем ты думал. Амарент, мы все обсудим. Только отпусти ее. Хорошо, как скажешь. Пора домой, Каин. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...